Сегодняшняя тема. У Зайцева деформация коленного сустава. Но появилось осложнение, тромб в бедренной артерии, и медики приняли решение об ампутации. Открываю глаза после наркоза, ноги нет, говорит Леонид Зиновьевич. Вот так жизнь не покатилась по-новому, как и представить себе не мог. В новой жизни понадобились костыли, протезы и кресло-коляска. Но если подмышечный костыль еще заполучить удалось, то за протезом и коляской одноногий мужчина бегает до сих пор. Везде говорят, ждите, возмущается Зайцев. А сколько ждать? Коляска едет из Китая, в 2010 году у нас было скудное финансирование, государство средств не выделило. Дефицит составил порядка 70%, поэтому образовалась огромная очередь, говорит Елена Смирнова, специалист по протезам, костылям и ходункам Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования, который обслуживает порядка 80 тысяч инвалидов. Все они сегодня поставлены в унизительное положение надоедливых просителей. По закону фонд должен выдать инвалиду протез в течение 15 дней. Но Леонид Зайцев ждет его уже полгода. Другие застряли в этой очереди на год. Впрочем, Зайцеву предлагают купить протез самому. Потом, когда деньги придут из госбюджета, а когда это будет, никому неизвестно, ему обещают восполнить все затраты в стопроцентном объеме. Правда, есть одна оговорка. Возместят только ту часть, которая определена неким лимитом. Если инвалид купит протез подороже, а он стоит от 30 тысяч до 150 тысяч рублей, не тот, который ему порекомендуют экономные чиновники, то разницу должен будет оплачивать уже он сам. Прогулочную кресло-коляску с рычажным приводом Леониду Зайцеву тоже не дают, ссылаясь на то, что на складе нет широких колясок. Да, у нас нет нужного размера коляски, подтвердили в медико-техническом центре, Рита. Мы сами ждем ее месяц, нас уже все затерроризировали. Пускай ждет. А сколько ждать? Ну до конца лета, но уверенности в этом у вас нет. Нет, потому что мы в Гатчинский район уже два раза ездили. У нас и так заявок много. Оказалось, коляски едут в Петербург из Китая, и якобы вот-вот прибудут. Но все равно доставить ее в деревню Батова никак нельзя. На доставку тоже очередь. Четыре круга ада инвалиды-опорники с тоской вспоминают времена, когда сами, минуя все инстанции и комиссии, приезжали на фабрику за протезами или колясками. Их на месте осматривал врач, тут же подбирался протез и подгонялся по размеру. Теперь, чтобы подтвердить свое право на получение реабилитационного средства, инвалиду нужно пройти четыре круга ада. Сначала нужно явиться на медико-социальную комиссию, где врачи составят индивидуальную карту реабилитации, ИКО. На комиссии нужно предоставить все медицинские справки, подтверждающие заболевание и инвалидность. Отсутствие руки или ноги – еще не главный аргумент того, что человеку требуется протез, смеется Вера Бояринова, председатель питерского общества инвалидов, Рокурс. Затем инвалид идет в районную поликлинику к врачу, который должен выдать справку, что «средства реабилитации» – трости, протезы, коляски – ему не противопоказаны. При этом за такой справкой можно обратиться к любому врачу, терапевту, окулисту, стоматологу. Не важно, что у инвалида, к примеру, ампутирована нога. Важен сам процесс прохождения еще одной бурократической инстанции. Далее инвалид едет в единый центр оформления документов и получает там направление либо на протезный завод, либо на фабрику ортопедической обуви. И уже потом приезжает на фабрику и отдает направление мастеру. А дальше начинается мучительное ожидание, «С этой очередью вообще белого света не видим, сидим дома, никуда не вылезаем», – говорит Вера Бояринова. «Чиним износившиеся протезы, чтобы хотя бы до магазина доковылять. Вы себе даже не представляете, какая это мука». Источник, Ирина Молчанова, mkdfizpiter.ru Ставь